Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В выпускникам лицея имени Лобачевского вручили аттестаты. В КФУ в режиме онлайн прошла лекция-тренинг для иностранцев. В России узаконивай биткоин, однако платить им по-прежнему нельзя. Лето пора не только для экзаменов, но и для долгожданного получения дипломов и аттестатов. 27 июля их получили выпускники лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Смотрим. 27 июля в ректорском садике Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам лицея имени Лобачевского. В этом году лицея окончили 144 выпускника, из них 33 стали обладателями красного аттестата и золотой медали. Поздравил выпускников ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Вы заканчиваете учебу в одном из лучших лицеев нашей страны, который таковым является уже не один год. Об этом же говорят и практически результаты, как только что здесь было сказано, и международных разных состязаний, олимпиад, конференций, конкурсов российского уровня. На торжественной церемонии были приглашены лучшие выпускники лицея, в числе которых отличники, призеры и победители олимпиад, а также стобальники. Понятно, что на данный момент еще не все результаты единого государственного экзамена известны, но те, кто уже получил такие отметки, они сегодня аттестаты тоже получили с рук Альберта Вартановича. Альберта Вартановича Аганова – человек, который вложил достаточно много усилий в развитие нашего лицея Лобачевского и долгое время стоял у руля одного из ведущих институтов ранних факультетов нашего университета – это факультета физики. Со словами благодарности учителям выступили и сами выпускники. Они поделились яркими воспоминаниями из школьной жизни и планами на будущее. Их поздравил и директор лицея Лобачевского Елена Скобельцина. Это большой, серьезный этап в вашей жизни, дорогие дети. Но, тем не менее, впереди вас ждет большая и интересная жизнь. Всю эту жизнь вам надо будет учиться. А то, что происходит сегодня, помните, во времена кризисов – это времена возможностей. Торжество прошло соблюдением всех рекомендаций по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Перед началом у всех присутствующих была измерена температура и продезинфицированы руки. Также все участники мероприятия заблаговременно прошли тест на COVID-19 силами университетской клиники КФО. Я очень благодарна лицею. Лицей стал моей площадкой для развития. И я никогда не жалела, что перешла, что поступила, потому что здесь мне открыли просто все двери. У меня было столько возможностей, и я всеми ими воспользовалась. И, в принципе, в лицее царит такая дружеская атмосфера, когда ты можешь прийти к учителю и взять в него не только помощь по уроку, но и также жизненный совет. Институт международных отношений КФУ занимается не только приемом иностранных абитуриентов, но и их последующей адаптацией в России. Один из проектов, созданных специально для этого, называется «Има-трешка». И о нем мы расскажем в следующем сюжете. В Институте международных отношений КФУ сегодня обучается более 5,5 тысяч студентов, из которых почти 900 – граждане 44 иностранных государств. Естественно, подразделение заинтересовано в том, чтобы все эти учащиеся чувствовали себя комфортно в чужой стране и помогает им с адаптацией. Мы понимаем, что каждому иностранцу нужен свой определенный индивидуальный подход. Именно поэтому в начале этого года мы запустили проект под названием «Има-трешка» для наших дорогих студентов. Изначально мы начали его реализацию на базе подготовительного факультета Казанского федерального университета. Проект включает в себя цикл различных лекций о России, Татарстане, Казани и, конечно, Казанском федеральном университете. В начале года такие лекции были просчитаны в подготовительном факультете КФУ, а потом были реализованы и в Институте международных отношений. Учитывая сложившуюся ситуацию в условиях пандемии, мы хотим позаботиться о наших дорогих иностранных студентов. И именно поэтому решили реализовать данный проект еще и для наших студентов, для студентов Института международных отношений. Так, 24 июля в режиме онлайн прошла лекция «Тренинг для иностранцев» в рамках проекта «Има-трешка» от специалиста Центра профориентационной работы и международного сотрудничества Института Эмиля Адлейба. По словам лектора, подобные мероприятия будут проводиться и в будущем. Мы расскажем и поговорим о культуре России, о культуре Татарстана, о тех особенностях и специфике, которые отличают российскую и татарскую культуру от всего остального мира. Поговорим с ними также о том, насколько и какова роль Казанского университета в этом многообразии. И, конечно, в очередной раз это будет доказательство того, что именно вот это разнообразие мира, о том, что мы все с вами разные, дополняет вот эту красивую картинку того, для чего мы живем. На таких лекциях-тренингах студенты не только расширяют свои знания о стране, городе и университете, в котором они учатся, но и обрастают новыми знакомствами в разных точках мира. Камиль Гемоздинов, Булат Садыков, Универ-Ньюс. Госдума Российской Федерации в третьем окончательном чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признает криптовалюту, в том числе и биткоин платежным средством. Однако оплатить цифровой валютой товары или услуги на российской территории нельзя. О криптовалюте и ее свойствах расскажет эксперт Казанского федерального университета Игорь Кох. Еще не так давно слово биткоин вызывало на лицах людей явное недоумение, однако сейчас почти каждый школьник может с уверенностью сказать, какой нынче курс биткоина. Биткоин – одна из равновидностей криптовалюты – виртуального платежного средства, которое, в отличие от национальных валют нашей планеты, не имеет абсолютной платежной системы. Если, например, у вас есть рубли, то вы имеете абсолютно законное, подтвержденное законом право заплатить за все, что угодно на территории России. То есть, рубли обязаны приниматься у вас в любые платежи и расчеты. Криптовалюта не является законным платежным средством, то есть государство не гарантирует, что вы с ее помощью можете рассчитаться за какие-то товары и услуги. Сам по себе биткоин, существуя в виртуальном мире, не имеет под собой никаких физических ценностей, однако существует реестр с данными, в которых записаны транзакции людей, работающие с криптовалютами. Ощущается это в виде записей в специальной базе данных. Это называется как раз распределенный реестр или распределенная база данных, в которой записано, кто кому, когда условные биткоины передавал, и, соответственно, можно определить, у кого сколько этих биткоинов на данный момент. На данный момент биткоин служит инструментом спекуляции, и из-за невозможности контролировать курс этой валюты, цены на биткоин постоянно меняются. И единственная сделка, в которой могут фигурировать биткоины, это сделка между людьми, по принципу ты мне, а я тебе. По отношению к другим валютам, по сути, ни от чего не зависит, кроме чисто спекулятивного интереса к ней или отсутствия такого интереса. Никто не может сказать достоверно, а сколько должна стоить криптовалютная единица, потому что у нее нет никакого объективного экономического основания. В январе 2014 года Центральный банк России предупредил, что операции с виртуальными валютами являются спекулятивными. Споры о том, разрешат в России биткоин или нет, велись на протяжении последних пяти лет. Однако совсем недавно, в третьем окончательном чтении, Госдума приняла законопроект о цифровых финансовых акциях и цифровой валюте, которая признает криптовалюту, в том числе и биткоин, платежным средством. Однако оплатить цифровой валютой товары или услуги на российской территории нельзя. Операции криптовалютами никто не запрещает, но их использование возможно именно только в качестве финансового инструмента, в качестве спекулятивного инструмента. То есть вы можете приобрести криптовалюту, вы можете ее продать, вы можете даже на этом заработать, но тем не менее вы не можете использовать криптовалюту в качестве средства платежа. Пока что тенденции и криптовалюты меняются каждый день, но можно с уверенностью сказать, что виртуальные валюты вряд ли заменят государственные деньги. Технология блокчейн может быть в перспективе использована для того, чтобы перевести на нее национальные валюты и даже такие проекты в некоторых странах имеются. Лев Диденко, Универ, Ньюс. На этом все. В студии была Диана Жленкова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok